Стройматериалы для спортивных объектов региона к чемпионату мира по футболу будут производить в Новокуйбышевске. Там открыли первый цех, где будут выпускать сухие строительные смеси. Только он один сможет обеспечить 7,5 тысяч тонн стройматериалов ежегодно. А с открытием основного производства выпуск продукции увеличится в десятки раз. О том, как готовиться к большой стройке, в нашем сюжете. Нажатием даже не кнопки, а по клику мыши запускается первая линия производства строительной химии. В цехах минимум человека и максимум современного оборудования. Строительство основного производства только запускается. Компания будет выпускать до 150 тысяч тонн сухих смесей в год. Завод на месте этого котлована появится совсем скоро. Объем инвестиций в данный проект составит около 8 миллионов евро. Капитал полностью российский. Завод мы планируем построить за полтора года. Уникальность этого проекта заключается в том, что он международный. И в его реализации принимает участие и немецкая сторона. Мы работаем по их технологиям. В партнерах и Латвия с Финляндией. Так у области появляется помощник к грядущей большой стройке. В планах одного жилья – миллион 600 тысяч квадратных метров. Только в этом году. А еще вся инфраструктура к Мундиалю 2018-го. У нас действительно не хватало строительной продукции, строительной промышленности. Раньше это были большие и крупные тресты, большие и крупные железобетонные заводы. Это возрождение того, что необходимо для территории. Позиции губернских властей, правительства, губернаторов цен любого иного производства, построенные на территории, должно иметь экономическую выгоду для того, чтобы оно здесь развивалось. Мы готовы рассмотреть любой вопрос, который прозвучит с их стороны. Я думаю, что найдем решение. В вопросах экологии и производства строгий контроль. Постоянно мониторить будут и технологический процесс, и продукцию. Для этого на заводе уже действует лаборатория. Нина Ванина, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Новокубишевск. Продолжение следует. Продолжение следует...